приветствую вас мои дорогие любители вкусного интересного рад видеть вас на канале доброслав 13 сегодня тема автоклава и будем готовить очень простое но неимоверно вкусное блюдо свинину свиную тушенку многие любят но когда делаешь много разных тушенок просто классическая свиная тушенка как бы она не была любима она приедается становится скучно хочется сделать чего-то такого особенного интересного необычного не как у всех и вот именно такой рецепт сегодня я вам расскажу подготовительный этап очень простой берем свиную лопатку и нарезаем ее на небольшие пласты куски как не назовите то есть я лопатку режу на куски толщиной три сантиметра вот смотрите видите какой интересный хороший симпатичный кусочек получается ориентируйтесь чтобы количество жира было процентов 10 не больше 5 7 вот до 10 процентов если больше лишний жирок всегда можно удалить любите пожирнее оставьте от рук пожирнее это уже индивидуально кому как нравится практически все что нам нужно сделать для этой тушенки мы уже сделали порезали мясо на куски но я забыл вам сказать хотя вы по названию уже догадались мы же делаем свинину барбекю который будет не просто вкусно есть но с ней можно будет делать даже бургеры можно будет делать разные сэндвичи да и так с гарниром с картошечкой еще с чем-то она идет просто на ура тем временем у меня же костер разожжен сейчас нагорают угли и пойдем с вами обжаривать свинину важный момент на который хочу сразу обратить внимание не надо доводить ее до готовности нам нужно на углях дать хорошую ароматику и румяную корочку если даже где-то у вас что-то жирок подгорит ничего страшного это хорошо то есть жар должен быть гораздо выше чем мы жарим шашлыки мы с каждой стороны даем корочку на угля а потом возвращаемся в цех я вам покажу что будем делать дальше и да друзья мои важный момент очень важный на данном этапе не солим мясо не перчим не маринуем ничего не делаем вкус пряности мы будем задавать позже и солить мы будем позже когда у нас уже будет вес известен пожаренной свинины средний процент потерь ну можно назвать так потерь на усушку утруску и жарку в данном случае будет около 10 процентов на данном этапе друзья наша основная задача дать красивую корочку и придать аромат дымка такой вот поджаристости нашему мясу то есть не надо его выжаривать зажаривать доводить до готовности я делаю вот два раза по две минуты на каждой стороне за счет того что куски толстые и они у меня еще и достаточно холодные из холодильника то есть корочка легла все этого достаточно жарок начал подгорать ароматика пошла хорошая угольки тлеют видите все здесь хорошо и замечательно правда солнце очень яркая не знаю насколько дает сейчас передать вам картинку вы же у меня умные вы все поняли на улицу нас неожиданно пришло лето плюс 32 градуса жарить конечно сейчас не самый кайф на улице вот да вы видите получается на решетке такая еще красивая корочка поджарка есть жирочек чуть-чуть подрумянился и этого достаточно сочно стереть не будем ароматику забрали свининку нас обжаренным ароматику моей задали какую нужно и теперь она чуть-чуть у нас подостыла ну сами смотрите соответственно до температуры комфортной чтобы вам было удобно с ней работать нарезаю размер куска друзья мои 50 60 70 грамм то есть не мельчу можно даже где-то чуть-чуть покрупнее нарезать ничего страшного в тушенки все это хорошо разойдется смотрим чтобы если где-то какие-то сильно жирные кусочки их можно порезать помельче чтобы равномерно жировую составляющую распределить по всему объему нашей будущей прекрасной тушенки да даже не тушенки а мясных консервов с таким вкусным названием свинина барбекю кстати вот я завесил только в данный момент свинину потому что теперь я знаю точный вес который пойдет в консервы не приблизительный не ориентировочный а именно точный соответственно я смогу посолить свининку так как нам нужно я буду солить ее из расчета один процент если солить до момента обжарки то сколько там у вас в данном конкретном случае уйдет свинины это друзья мои неизвестно не ясно и непонятно корочка вот у меня зажаристая где-то 3-4 миллиметра такая вот прожарка то есть вполне себе небольшая еще раз повторюсь потому что знаю что будут спрашивать переспрашивать уточнять не нужно жарить до готовности для того чтобы свинина барбекю стала свининой барбекю я использую как ни парадоксально не удивительно соус барбекю в данном случае я вот беру который поставляется в кафе рестораны вариант мне ребята приносят но можно взять абсолютно любой соус барбекю который вам нравится конечно же отлично и хорошо сделать соус самим дома это будет превосходно и это будет очень и очень вкусно я думаю как-нибудь мы снимем с вами ролик по поводу того как дома сделать вкусный соус барбекю но сегодня вот я работаю с покупным кстати для второго канала съедобное несъедобное я купил уже несколько образцов по моим 5 или 6 соусов барбекю которые были в магазинах и хочу устроить слепую дегустацию рейтинг этих соусов посмотреть выбрать какой больше всего нам понравится соль отмеренная соль и теперь вот уже жареная наша поджаренная миска я солю и перемешиваю соленость будет стабильная и одинаковая хорошенько хорошенько перемешиваем распределяем соль по всему объему теперь я вношу первую часть соуса барбекю пять процентов от веса мяса я вот на весах отмерил и сейчас хорошенько хорошенько все каждый кусочек мяса постараюсь измазать в этом соусе для чего это нужно основной соус я буду вносить сразу уже в пакет ну либо в банку если вы делаете в банк часть соуса я вношу чтобы каждый кусочек мяса окутать вот этим соусом барбекюшным и в результате этого когда начнется процесс термообработки в автоклаве кусочки не будут склеивать слепаться они уже будут покрыты каким-то количеством соуса барбекю потому что если вот знаете делать тушенки как бы не резали они стремятся собраться в один единый комок и соусу будет гораздо сложнее гораздо труднее проникнуть вглубь мяса а за счет вот такого уже предварительного небольшого покрытия соусом барбекю все получится гораздо интереснее соус в объеме будет распределиться гораздо проще легче и удобнее и результат получится вкуснее уже неоднократно проверено опыте обжаренное мясо соусом барбекю и солью постоял у меня где-то 30 минут и за это время я два-три раза подходил его и перемешивал чтобы и соус и самое главное соль равномерно распределились во всем объеме теперь я перехожу к фасовке я как постоянные зрители знают предпочитают работать с реторт пакетами потому что мне удобней и надежнее и интереснее работать именно с ними был ролик где я уже подробно рассказывал об этом видео упаковке и вот на чем в минутку полезной информации сегодня я хотел остановиться в ролике очень часто спрашивают есть реторт пакеты которые сделаны из трехслойного материала а есть из четырехслойного я всегда в своей работе используют четырехслойные пакеты почему это так важно друзья мои вот пакет который большинство моих зрителей используют и любят так называемый формата дойпак то есть это пакет с донышком когда в пакет сделан из четырехслойного материала одним из которых является алюминий до алюминиевая фольга очень очень тонкая мы все знаем что алюминий очень хрупкий и вот в момент когда мы формуем пакет когда он на заводе формуется на станке вот в этом месте является которая очень таким проблемным и сложным складка алюминий может лопнуть сломаться точнее и если он ломается то можно посмотреть вот в пакеты трехслойный на свет и там будет виден свет в результате этого что происходит происходит уменьшение сроков годности наших консервов таких пакетах тогда она будет составлять только шесть месяцев потому что гораздо лучше сможет проникать кислород в пакет и соответственно тем самым уменьшить сроки годности в четырехслойных пакетах данной проблемы нет почему потому что есть полиамидный слой который делает пакеты более эластичными и не дает так скажем вот по простому алюминию ломаться он гибкий пластичный алюминий к нему прикреплен приклеен до приварен можно так сказать и все появляется пластичность и этих заломов не происходит то есть он сохраняет пакет целиком есть пакеты трехслойные но такие редко кто использует и они пакеты трех шовные да то есть дойпак это у нас донышком и трехслойный пакет где просто по контуру произведена сварка здесь вот использование трехслойного материал для ритор пакет уже не столь критично но друзья мои всегда уточняйте из какого материала сделан пакеты которые вы приобретаете не стесняйтесь спрашивать сертификат на продукцию в этом нет ничего страшного вы покупаете продукт в котором вы будете делать безопасный ключевое слово безопасный не только вкусный но и безопасный продукт я вот достаточно давно уже работаю постоянные зрители знают с кондерпаком когда начинал сотрудничать у меня первый вопрос был дайте пожалуйста сертификат на вашу продукцию покажите мне что конкретно вы делаете все вообще не проблем на почту скинули и я знаю что любой может запросить никаких сложностей нет сертификатом они предоставляют на любые пакеты которые они делают два размера типоразмера который я последнее время использую тоже почему-то частый вопрос это ширина у них у обоих 140 донышко 40 миллиметров а высота 210 миллиметров это стандартный аналог так скажем пол литровой банки и 190 миллиметров вот сегодня как раз 190 миллиметровые пакеты и буду использовать потому что фасовку будут делать где-то там по 400 грамм вот мне на порцию это оптимально удобный вариант пакет стоит чуть чуть дешевле а экономия она всегда приятно еще друзья мои есть вот такие вот прозрачные пакеты да в них как раз вот срок годности и будет всего полгода максимум нет защиты алюминиевого слоя но для чего хорошо их использовать я вот часто очень люблю вам на дегустации показать в таком пакете люди для кого делают для кого реторт пакет загадка а как выглядит внутри посмотреть вот в таком пакете да как демонстрационный материал его можно использовать насколько знаю в наличии в контрпаке вот я по крайней мере покупал без проблем последний раз но для вас друзья как всегда оставлю ссылку в описании телефоны пароли явки звонить уточняйте потому что по наличию условиям отправки я этим не занимаюсь я такой же потребитель как и вы ладно заговорился я пора переходить к фасовке но с фасовкой все просто раскладки все я пока оставлю вам в описании какие использую я но вы же можете использовать абсолютно свои раскладки то есть у меня правило соотношение мяса к соусу три к одному три части мяса одна часть соуса отправляю в реторт пакеты по весу мясо смотрю чтобы так плюс-минус одинаково в каждый пакетик распределялся у меня жирок да то есть чтобы не было пакет где абсолютно постное мясо а где прям жирный жирный то есть вот жирный кусочки я порезал помельче с краешку сложила я их вот отдельно складываю ну а дальше вот удобно опять же в промышленной упаковке краешек срезал и доливать до нужного нам веса соус барбекю видит такой густой густой тягучий о чем я вам и говорил что достаточно сложно будет этому соусу распределяться в объеме хопа и таким образом я поступаю со всеми репорт пакетами погнали дальше мясо мясо небольшой кусочек жира мясо соусом аромат стоит друзья мои вот как будто вот с друзьями мы собрались нажали для шашлыков барбекю очень пряный такой вот дымный ароматик есть и вкусного вызывающего аппетит соуса барбекю он такой сладковато-томатный пряный слегка копчененький очень очень вкусный так все есть теперь переходим опять к соусу ну что ж пакет я уже практически все запаял как всегда последний пакет прозрачные смотрите вот здесь видно да соус сверху и с краю больше его нигде нет но мы же кусочки мясо соусом уже обмазали теперь паяем последний пакетик и делаем волшебный шейк все со всех сторон теперь у нас соус распределился все хорошо чудесно и замечательно собственно вот таким вот образом выглядит наш будущий готовые консервы а теперь давайте друзья отправляться к автоклаву режим стерилизации вы сейчас будете опять меня спрашивать смотрите режим стерилизации нужно брать для каждого конкретно своего автоклава автоклаву паровые водяные я всегда своих роликах говорю о режиме стерилизации конкретно моего автоклава консерватор от компании фарком на воде я в данном случае буду делать стандартный режим мяса в моем случае это 40 минут при температуре 115 градусов и этого достаточно чтобы сделать вкусные безопасные консервы загружаю пакеты в автоклав все здесь они размещаются у меня сейчас я полностью их залью водой и это важный момент в работе с реторт пакетами в автоклавах используем водяной режим пакеты полностью должны быть подгружены под воду и необходимо их чем-то прижать от всплытия потому что пакеты будут стремиться всплыть но они должны быть именно вот акцентируя очередной раз на этом моменте внимание полностью находиться под водой в избежание лопин взрывов раздувание пакетов при чрезмерных скачках давления поэтому полностью под водой пакет загружена водой залит у меня автоклав автоматическом режиме работает режим реторт пакеты так компот этому недавно соки делали режим мясо так как свинина у нас мясо и соответственно 115 на 40 вода налита до налита все пошел нагрев автоклав работает а я занимаюсь полезными делами ну что ж автоклав работает я иду монтировать новые ролики для вас а из этого ролика я надеюсь вы почерпнули для себя очень вкусный и интересный рецепт свинин барбекю и теперь еще знаете чем отличаются трехслойный реторт пакеты от четырехслойных но и где их конечно можно заказать а теперь нужно немножко подождать мне пару недель а вам буквально несколько секунд встретимся на дегустации ну вот и самый любимый момент всех роликов друзья моя дегустация но сегодня дегустация будет такая немножко растянутая потому что просто так есть свинину барбекю конечно же можно и очень вкусно но я покажу как можно ее использовать например для быстрых бургеров сын сегодня захотел горит хочу бургеров мы здесь в деревне у нас где тут ехать говядину покупать что-то такое в огород вышли салатика нарвали помидорчики были бекончик есть сырок тоже в заначке имеется и сейчас приготовим с этой свинины барбекю очень вкусный бургера отправляемся в мангалу поджарим бекон разогреем нашу тушенку по факту это же тушенка только соусом барбекю и будем собирать вкусные бургеры вот меня кстати спрашивали почему я взял себе стальной саж были такие вопросы когда нужно что-то очень по-быстрому пожарить какой-то вот типа сковородочки использовать садж стальной именно небольшой чугунный тяжелый подходит отлично сейчас на садж обжариваю бекончик очень быстро и потом на этом же маслице чуть-чуть поджарим подрумянием соответственно булочки для бургеров вот смотрите только закидываю садж раскаленный бекон тонкий он сейчас очень-очень быстро начинает буквально на трех щепках расплавляться выплавляться садж разогретый тут же на нем подсушиваю булочки для бургера буквально прям чуть-чуть вот они сейчас начнут подгорать станут такие хорошие чтобы не сильно впитывали соус и снимаем это 30 40 секунд и все и тут же в садже подогреваем сейчас и соус очень быстро смотрите он кипит разогревается и тушеночек прогревается буквально 30 секунд тут же измельчаем свинину получается такой аналог пулит порка американского рваной свинины вымешиваем хорошенько соусом то есть нам в бургеры соус даже не потребуется никакой добавлять у нас здесь уже есть классный барбекю соус все вот прошла у меня одна минута и отправляемся собирать бургеры ко мне пришел мой помощник ярослав поздоровались с ребятками здрасте здрасте сейчас мы с ним будем собирать его любимые бургеры готов давайте смотрите булочки у нас на эту булочку что мы положим помидорочка в парочку ай хорошая классная теперь салат хрустящий замечательный и на салатик сразу выкладываем нашу свинину барбекю а посмотрите какая она классная даже круче любой котлеты из мраморной говядины сыр сыра без вот так на помидоры на помидоры ну давай на помидоры сюда теперь парочку поджаристых бекончиков вот так вот теперь надо перевернуть и ставить оба вот это гигантский был какой бургер ну вот сейчас будем пробовать готов сын пробовать ну ребят все ждут разрез нашего бургера наверное давай это разрежем и покажем какой он внутри красавчик а смотрите как положено начинки больше чем булки хочешь кусай слишком большой с другой хоть стороны ну давай вкусно и . да у нас еще лучше так что друзья мои повторяйте этот замечательный рецепт который вас выручит в куче интересных случаев ну и не забывайте где можно приобрести хороший качественный риторт пакеты пока пока скоро увидимся впереди нас ждет много вкусного и интересного хорош бургер лайк поставишь никто не видел такой лайк покажи ребятам какой лайк надо поставить